Работаю парикмахером, в свободное время вышиваю. Делаю людей красивыми, пытаюсь подарить им хорошее настроение, очень-очень люблю своих клиентов, ценю каждого из них. Получается, у вас уже трое детей? У меня уже трое детей. Сколько вам лет, если не секрет? Мне 27, старшему сыну будет 10, второму сыну будет 7 лет, он идет в первый класс, и дочери 2,5 годика. Справляетесь? Я сейчас справляюсь. У меня очень активный образ жизни, я не сижу на месте. Готова ли ты довериться нашим стилистам с тем условием, что, что бы они ни придумали, ты должна будешь согласиться? Я согласна. Честно сказать, это моя мечта. Сама всех делаю красивыми, а сама, значит, ну вот, как видите, сама себе челку подстрела, сама себе кончики подровняла. Это моя мечта, если честно, попасть к мастеру. Я пришла на этот проект. Если честно, то я хочу начать новую жизнь. Я устала. Устала морально? Да, наверное, больше всего морально. Я хочу спокойствия, я хочу что-то поменять. Хочу с того образа, который придумает мне Холиде, чтобы с этого образа у меня началась новая жизнь, и мне все пошло по-другому. Ну, отлично, мы очень сильно постараемся. В принципе, предлагаю не терять времени тогда и начинать. Начинать? Можем начинать, но нужно сначала заехать в роддом, выписывать мою сестренку. Отлично, едем в роддом, выписывая сестренку. Поздравляю с племянницей! Сама у нас. Можем начинать? Конечно, теперь можем. Поехали. Ой, я же не знаю, как. Назифия, рада знакомству. Такая интересная, симпатичная девушка. Вы похожа на модель. Да. Спасибо. Расскажите вообще о вашем образе жизни, о том, какую одежду вы предпочитаете, что носите, чтобы я с вами поближе познакомилась. Я поняла. Ну, какую, на повседневную, бегать в школу, в садик, я предпочитаю брюки, властины, футболочки, сапочки. Это очень комфортно и удобно. Да, очень удобно, легко, летом это шорты, ну, вот такое, куда-нибудь на мероприятия, каким-нибудь платьем. Ну, я думаю, что у вас не возникает проблем, да? У вас отличная фигура, прекрасный рост, хорошие пропорции и, наверное, все идет. Да, мне все идет. Из этого мне тяжело прийти в магазин. Я не знаю, что мне выбрать, потому что, чтобы я не померила, ну, естественно, продавцу, да, у нас зеферочка, бери, все красиво, все замечательно. Ну, хочется взгляд профессионала, если честно. То, что я заметила, да, вот то, что я сейчас вижу, это любовь к какому-то блестящему декору и блестящим украшениям, да. Я вот вижу на ногтях стразы, на вашей футболке стразы, да, украшений много разных. Я очень люблю стразы, очень люблю красный цвет, белый цвет. Хочу изменить что-то в жизни. Я думаю, вы сделали уже самый главный шаг, да, когда приняли это решение. И мы постараемся помочь, да, насколько в наших силах. Но самое основное зависит от вас, да. То, как вы будете продолжать работать над собой, и те планы, которые вы перед собой поставили, все это зависит от вас. Да, конечно, я буду стараться, буду помнить ваши слова. Спасибо. Сахун нас. Надя, я рада приветствовать вас в нашем проекте. Надеюсь, что работа сегодняшняя будет плодотворной. Ну, а сейчас о нашей героине. Насколько я знаю, волосы не были окрашены. Это удивительно, при том, что на зефе у нас парикмахер сама, да. И мне не нравится, хорошего качества, длинные, красивые. Я всегда за здоровый, если волосы длинные, за то, чтобы они были здоровыми и ухоженными, да. Поэтому, наверное, с длиной расставаться мы не будем, да. Мне бы хотелось видеть какую-то красивую укладку, возможно, в стиле голливудской волны. И я хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Модели наши очень красивые, блестящие волосы. Мы, естественно, обновим наши тонкие концы, чтобы на будущее в нашу волну красивую голливудскую укладку придать больше женственности нашей модели. Ну, а по поводу цвета, как мне кажется, этот цвет ей очень подходит. Это ее природный натуральный цвет, и мне кажется, не стоит даже менять его. Да, безусловно, мы оставим волос в натуральный цвет такой, какой он есть. Естественно, мы сейчас, по моему, голову напитаем его очень хорошими питательными масками, для того, чтобы еще больше добавить блеска на будущее при нашей укладке голливудской холодной волны. У Назифе густая объемная челка, которая совершенно не подходит к тому образу, который мы ей придумали. Мы убрали челку, тем самым, открыв ей лоб, уложили их в голливудские локоны. Приветствую, Зара, рада снова видеть. Хочу отметить, что для Назифе мы подобрали достаточно классические образы. Как вы видите, прическа, она также соответствует классическим тенденциям. Голливудская волна достаточно спокойная, без пышности, без объема. И хотелось бы в макияже, да, дополнить этот образ. Хочу услышать ваши рекомендации. Но самое главное, над чем мы будем работать, это сделать более ровный тон кожи, убрать некоторые изъяны в виде неровности, пигментации. Сделаем более яркие глаза, несколько нейтральные губы, подчеркнем скульптуру и, я думаю, добавим кое-где для большей сочности румян и немного пигмента на подвижное веко. Я думаю, что у нас сегодня будет изумительный образ. Надеюсь. Мы сделали скульптурирование лица, подчеркнули глаза, оставили нейтральными губы. Я думаю, что все наши задумки воплотились на ура. Сегодня у нас на самом деле получился как никогда очень насыщенный день. Кстати, поздравляю вас с появлением племянницы. Ну а я присоединяюсь к поздравлениям и готова представить вам новый образ на зефе. Готовы? Поехали! Эльдар Бей, скажите свое мнение. Я в шоке. Неожиданно, согласитесь? Это вообще неожиданно. Но вам понравилось самое главное? Очень, очень. Слава Богу. Азим, ты, я знаю, очень хорошо разбираешься в моде. Твое мнение хотелось бы услышать. Анашка стала красивее. В стиле некрасивее стала красивее. У тебя теперь самая красивая Анашка. Ты в курсе? А ты? Да. Тоже. Красавчик. Аплодисменты! Назифия, я так понимаю, что впервые в твоей жизни, да, ты была на месте своих клиентов и просто сидела в салоне и наслаждалась работой других людей. Как это для тебя было? Да, мне очень понравилось. Мне было очень комфортно. Мне очень понравился образ, который вы для меня подобрали. Моя прическа. Честно сказать, я даже мечтать о такой прическе не могла. Без челки я даже себя никогда не представляла. Думала, что мне не идет. Вот. А сегодня я поняла, что... В общем, я открыла для себя совсем по-другому. Ну, и мне нравится, что мы подобрали тебе такой костюм, который устроил и тебя, и меня, да, потому что у нас очень много было споров по поводу одежды. Тебе не нравилось все, что я предлагаю. Но, насколько я вижу сейчас, тебе достаточно комфортно. Да, мне очень комфортно. Спасибо большое. Это то, о чем я мечтала. Итак, друзья, с вами были Тимур и Халиде. Впереди у нас еще много-много невероятных первоплощений. Так что отправляйте свои анкеты и до встречи в следующие выходные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok